Музыка Чуть больше двух недель осталось до открытия нового дошкольного учреждения. Его руководитель, директор Лопатинской школы Инга Фархатова, рассказывает главе городского округа о том, что еще предстоит сделать в столь короткие сроки. Мы вчера были здесь, да, посмотрели все, что сделано. Это, ну, 130,6 групп. В принципе, мебель уже завезена, у нас до поставки должна быть. Это касается мягких матрасов, всяких мелочей, игрушек. Сад, расположенный в ЖК «Живописный», возводимом неподалеку от деревни Жапкино, рассчитан на размещение 130 детей. Поскольку он будет входить в структурное подразделение Лопатинской школы, посещать его смогут и ребята из жилых комплексов «Государев дом» и «Видный город». Уже 58 родителей подали заявки. Это детишки от 2 до 7 лет. И в основном это будут жители «Государева дома», поскольку пока здесь еще «Живописный» не заселен. Ну и, конечно, мы думаем, что в ближайшем будущем еще будут желающие вот в этот прекрасный новый сад все-таки привезти своих детей. Общая площадь детского сада – полторы тысячи квадратных метров. Даже беглый осмотр показывает, что заведение практически готово к работе. Помимо групп и кабинетов, гости посетили и пищеблок, оснащенный самым современным оборудованием. Елена Ивановича Ухной из Роспотребнадзора приезжала, посмотрела набор помещений по точности, все ее устроила. Такой вариант тоже возможен, но он не противоречит действующему законодательскому. Дети будут обеспечены питание. В нынешнем году это уже девятый детский сад, построенный на территории Ленинского городского округа. Таким образом, свыше трех тысяч малышей получили места в дошкольных учреждениях. Это наш крайний объект в этом году. Это небольшой детский сад на 130 мест. Построены институционные деньги. Мы к концу этого месяца планируем запустить его в работу. В настоящее время, последние годы, паритет между водом жилья и социальных объектов абсолютно выдержан. У нас есть две-три проблемные точки, которые нужно подтягивать. Мы их понимаем, и, наверное, год-два они тоже выровнятся. Действительно, для руководства округа возведение социальных объектов – один из главных приоритетов в работе застройщиками. И на следующий год будут введены в эксплуатацию еще несколько детских садов. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.